Здравствуйте, уважаемые коллеги, родители, слушатели вебинара нашего. Сегодня мы с вами хотим обобщить, рассказать, показать, указать возможности обучения детей с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталости в средней школе. Я хочу, наверное, познакомить с двумя федеральными государственными образовательными стандартами, которые реализуются в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первый стандарт предполагает обучение в начальной школе, это начальное общее образование, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. И второй стандарт, это стандарт для детей с интеллектуальными нарушениями, с умственной отсталостью, который предполагает обучение по всем уровням развития, то есть это начальный уровень и основной уровень обучения. Что касается детей с расстройством аутистического спектра, значит, дети обучаются в начальной школе по одному стандарту на средний уровень, переходят в совершенно другой иной уровень обучения, но сочетанный с синдромом. Итак, федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с расстройством аутистического спектра предполагает до 6 лет обучения в начальной школе с отчетным синдромом с интеллектуальной недостаточностью. И предполагает обучение по двум вариантам. Это варианты 8.3 и 8.4. Всего в стандарте 8 вариантов обучения. Каждый вариант соответствует своей нозологии. В данном случае наш вариант имеет код восьмерочку. Что означает? 8.3 – это вариант для детей с легкой умственной отсталостью. 8.4 – это дети с умеренной и глубокой умственной отсталостью. Варианты обучения и в том, и в другом случае предполагают 6 лет в начальной школе. То есть это первый дополнительный и дополнительный, первый дополнительный класс. Далее мы с вами переходим на новый уровень и проходим обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями, но с отчетанной синдромом. Поэтому здесь имеет различие в коррекционной области. Итак, что же предполагает у нас с вами адаптированная программа? Адаптированная основная общеобразовательная программа разрабатывается образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом примерной адаптированной образовательной программы, рекомендованной в госреестре. Каждая из программ учитывается особенность психофизического развития детей, индивидуальные возможности, а также особые образовательные потребности наших деток, обучающихся. Определяет уровень образования, содержание, ожидаемые результаты и условия реализации. Также обеспечивает комплексную коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию. Что же включается в адаптированную основную общеобразовательную программу? Значит, это часть предметных областей, также часть коррекционных курсов внеурочной деятельности. Предметная часть состоит из двух частей. Это учебный план, который составляет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Каждый раздел включает в себя пояснительную записку, где мы характеризуем характеристики обучающихся с учетом потребностей. Далее идет характеристика предметных областей и так далее. Цель реализации адаптированной образовательной программы, принципы и подходы к формированию и реализации адаптированной основной общеобразовательной программы. Все, что необходимо для реализации, это кадровое и материально-техническое обеспечение. В данном случае учитывается психолого-педагогическая характеристика не конкретного обучающегося, а целых групп детей с расстройством атеистического спектра. В коррекционные курсы внеурочной деятельности учитываются особые образовательные потребности данной на зоологии детей. Планируемые результаты также учитываются и составляются, организуются с учетом особенностей детей с расстройством атеистического спектра. Мы с вами также являемся составителями, я имею в виду коллег, профессионалов, разработчиков, специальной индивидуальной программы развития, которая реализуется в варианте 8.4 или по второму варианту обучения. Итак, у нас с вами условиями реализации являются это кадровые, материально-технические и методические. Что же входит в методические условия? Во-первых, наши дети получают с вами заключение ЦПМПК, это Центральная медика-психолога-педагогической комиссии с учетом нозологии и специфики реализации основной адаптированной программы. Образовательная организация разрабатывает, если у нее нет в данном образовательном заведении такой нозологии, или же уже реализует адаптированную основную общеобразовательную программу. На каждого ребенка должен составляться и разрабатываться индивидуальный образовательный маршрут с учетом его психофизических особенностей, уровнем обучения и так далее. Индивидуальный учебный план, если он необходим. Со стандартом и в стандарте написано, что ребенок, не усваивающий один или два предмета, не нуждается и нет необходимости смене образовательного маршрута. Поэтому на данного ребенка может быть составлен специальный индивидуальный программ развития, который будет иметь сниженные предметные результаты в данных предметах. Если ребенок не усваивает более двух предметов, тогда здесь идет речь о смене образовательного маршрута на более легкий. Но мы должны с вами учитывать в каждом из наших предположений и видов, это то, что у нас должна быть адаптация учебных материалов, подбор педагогических технологий с учетом данной инзологической группы с расстройством детей с аутистического спектра. Кадровые условия реализации предполагают обучение детей педагогами, учителями-дефектологами. Каждая кадровая служба и педагоги проходят повышение квалификации не реже одного раза в три года и так далее. Очень много курсов, которые направлены на данную подготовку или профпереподготовку кадров. Также одним из основных условий реализации основной адаптированной общеобразовательной программы является материально-техническое обеспечение. Здесь необходимо создать специальную образовательную среду, которая будет включать различные виды помещений и комнаты, оборудование, способствующие более легкому усвоению образовательной программы, которые будут способствовать разгрузке эмоционального напряжения детей и так далее. Для детей с расстройством аутистического спектра, которых сочетаны с риндом, с умственной отсталостью, это необходима визуализация. Визуальная поддержка как в помещениях школы, так и индивидуально в классе, или же это индивидуальные планшеты на столах и так далее. Организация пространства не только в школе, но и в классе. Это индивидуализация рабочего места класса парта с перегородкой, ширмой можно оградить и так далее, потому что каждый ребенок является индивидуальным. Процессы усвоения и реализации программы и определенных предметных областей вызывают тоже индивидуализацию, поэтому это дети, которые находятся в малокомплектных классах, это тоже должно учитываться. Тьюторское сопровождение детей реализуется, если необходима помощь, это помощь ассистента. И, конечно же, использование индивидуальных ассистемных технологий, которые непосредственно помогут в успешном освоении программ и материала, которые преподаются. Что же касается изменений в разности обучения и предметных областей по программам 8.3 детей с легкой умственной отсталостью и 8.4 по программе детей с умеренной тяжелой умственной отсталостью. Предметные области остаются теми же, но учебный материал более легкий. Названия предметов также изменены. Все мы с вами знаем или уже ознакомились, или же можно ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом, который рекомендует нам образовательные области и предметы. Наши дети более успешны и каждый индивидуален, поэтому данное направление работы, оно всегда ведется и довольно успешно. Что касается реализации основной адаптированной программы, она может реализовываться в нескольких формах. Это в организации, в форме семейного образования и образования на дому. Это все прописано в заключениях ЦПМПК и в рекомендациях врачебной комиссии. Срок освоения данной программы от 9 до 13 лет в зависимости от нарушения интеллекта и уровня программы и варианта программы. По варианту 1 это 9 лет, по варианту 2 это 13 лет, до 13 лет. Дети с расстройством аутистического спектра, переходя на новый уровень обучения, продолжают обучение в ГОС для детей с умственной отсталостью. В ГОС для детей с ОВЗ рассчитан только на начальный уровень образования. Далее происходит реализация по ГОС СОО, как я повторюсь, с изменением коррекционно-развивающих курсов. Занятия логопеда, учителя логопеда, учителя-дефектолога, педагога, психолога являются обязательными для реализации основной адаптированной программы. Это занятия внеурочной деятельности, которые должны реализовываться не менее 5 часов в неделю. Плюс включается внеурочная деятельность, которая включает в себя отличные формы. Это могут быть экскурсии, это могут быть направления внеурочной деятельности в виде элективов, каких-то дополнительных форм образования. Это могут быть и соревнования, и викторины. Это все точно также входит во внеурочную деятельность. Это может быть и проектная деятельность. Каждая образовательная организация имеет право на формирование своего компонента предметного ПАВГОС, который может быть реализован и направлен на социализацию в данной области или в данной развитии данного направления обучения. Еще раз повторюсь, что коррекционные курсы являются обязательными, и они помогают нам с вами компенсировать те дефициты развития ребенка, которые определяются. Для обучающихся с легкой умственной отсталости после 9-летнего обучения, то есть на конец 9 класса обучающие дают итоговую ассистацию. Она предусмотрена в двух, то есть предусматривает два испытания, скажем. Первое, это входит комплексная оценка предметных результатов по русскому языку, чтению, математике и окружающему социальному миру. И второй экзамен, это дети сдают профильный труд, это оценка знаний и умений по выбранному профилю труда. Профильный труд является основным предметом в реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с интеллектуальными нарушениями, и является частью продолжения обучения в специальных учебных заведениях, то есть среднего профессионального образования, это колледжи. Что же касается для обучающихся по варианту 2 стандарта, это итоговая аттестация происходит в форме оценки достижений, результатов освоения обучающимися СИПР, это специальная индивидуальная программа развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Для более сохранных детей можно использовать также и квалифицированный экзамен по профильному труду, потому что профильный труд, односложные операции, доступные данные на зоологии детей. Всем детям с интеллектуальной недостаточностью в конце обучения выдается документ государственного образца, это свидетельство об обучении, в котором выставляются отметки, полученные за уровень освоения образовательной программы. Приказом Министерства образования и науки от 14 октября 2013 года данный документ утвержден. После обучения в школе и получив документ, то есть свидетельство об обучении, дети продолжают обучение в средних специальных учебных заведениях, колледжах по выбору профиля труда. Поэтому здесь наша задача с вами, как можно более плотно и тесно подготовить детей для продолжения обучения в колледжах. В момент социализации детей является одним из важных направлений в работе для детей с расстройством аутистического спектра. Поэтому внеурочная деятельность и принятие образовательных программ, вы знаете, что воспитательная программа является основной и также ведущей для обучения детей в нашем государстве. Поэтому мы точно также разрабатываем для детей планы внеурочной работы в соответствии с воспитанием и социализацией, направленных на жизненную компетентность наших детей. В принципе, у меня так коротко о программах обучения. Если есть вопросы, я могу на них ответить. В данном случае поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, кто определяет вариант обучения для детей с умственной отсталостью? ПМПК или школа? Вариант обучения определяет Центральная медико-психолог-педагогическая комиссия. В школу вы уже приходите с направлением, в котором указан вариант обучения. Еще раз повторюсь. Если ребенок не усваивает по одному или двум предметам, это не является показанием к смене образовательного маршрута. Поэтому мы работаем с вами и школа разрабатывает адаптированную образовательную программу по варианту обучения, рекомендованную ЦПМПК в соответствии с образовательным стандартом. Да. Где предусмотрена обязанность школы в создании образовательной среды? Конечно же, в федеральном государственном образовательном стандарте. Если мы с вами познакомимся, или вы многие познакомились, я вернусь сейчас к слайду о материальном техническом обеспечении. То есть это условия реализации и все... Продолжение следует... Прошу прощения, коллеги, а меня слышно? Я потому что, наверное, не слышу вас, да? Елена Вячеславовна, меня слышно? Вас слышно, да. Не поняли, слышите ли вы нас? По-моему, нет. Вот я сейчас вас слышу. Вы слышите, да? Ага, ну все, хорошо. Значит, все нормально. Сергей, слышите? Он, мне кажется, да, вот... Ольга Григорьевна. Так. Уважаемые коллеги, тогда я буду отвечать на вопросы, которые, если меня слышно, тогда... Которые приходят, которые пишут. Ольга Григорьевна, давайте я вам буду зачитывать. У нас есть еще вкладка «Вопросы». Подскажите, тогда я продолжу про материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение должно предоставляться школой так, как это обязанность образовательной организации для реализации программ... Для реализации программ адаптированных, поэтому это образовательный стандарт, это закон, и закон школы должна соблюдать. Поэтому все эти меры, направления, организационного характера, все это предоставляется бесплатно, организовываются школы. Подскажите, пожалуйста, после начальной школы также проходим ЦПМПК для перехода в среднюю? Совершенно верно. Объясню, почему. Для начальной школы мы реализуем один образовательный стандарт. Это федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. И в данном случае ЦПМПК рекомендует нам обучение по образовательным программам только на начальную школу. Далее мы переходим с вами в среднюю школу или в основную школу, и нам нужно с вами повторно проходить данную комиссию. Для получения заключения и указания уровня обучения, по какой программе мы будем с вами обучаться далее. Поэтому действительно здесь повторное прохождение ЦПМПК необходимо. Что же касается... Ольга Григорьевна, давайте я вам буду зачитывать вопросы, чтобы вы не искали. Давайте, давайте. Смотрите, тогда я вопрос зачитываю и по одному будем. Хорошо. Первый из вопросов в вкладке «Вопросы». Ребенку в четвертом классе рекомендуют сменить программу с 8.2 на 8.3. Скажите, пожалуйста, ПМПК может выдать заключение, которое будет действовать и на среднюю ступень, а не только до конца четвертого класса? Повторюсь еще раз. Мы с вами реализуем два федеральных государственных образовательных стандарта, которые предусматривают обучение в начальной школе и обучение в основной общей школе. Поэтому, если у вас будет смена образовательного маршрутка в конце четвертого класса, то вам уже будут давать заключение ЦПМПК на уровень основной общей школы. Если тогда проходить в пятом классе, ЦПМПК не будет необходимости. Если вы идете на смену образовательного маршрута в третьем классе в начале четвертого, то у вас уровень образования начальный. И в конце вам придется проходить еще раз ЦПМПК, комиссию для обучения в следующем уровне образования, то есть в основной школе. Вам придется проходить дважды. Либо же, на усмотрение ЦПМПК выписывается сразу смена образовательного маршрута с 8.2 на 8.3 на весь уровень образования. Ставится отметочка И9, например, или 9О, это без инвалидности. И тогда указывается на весь период обучения. То есть с первого по, или, скажем так, с четвертого по девятый класс. Следующий вопрос. Да. Необходимо разрабатывать АОП и ИОМ или только один документ? Да. Оба. Ответ на вопрос оба. То есть одно является частью другого. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой документ в образовании получит мой ребенок, если ему прописана программа 9.1? Возможно ли изменение программы в течение срока обучения, например, при изменении диагноза? До какого класса? Значит, смотрите. Если ребенку поставили заключение и написали вариант обучения по программе 9.1, после итоговой аттестации ребенок получает свидетельство об обучении государственного образца для детей с нарушением интеллекта или с умственной отсталостью. И дальше продолжает обучение в колледже. Если ребенок не усваивает или не в полном объеме усваивает образовательные программы, то предполагается смена образовательного маршрута в пользу уменьшения или облегчения для ребенка. Тогда ставится вариант 9.2 и точно так же ребенок получает свидетельство об обучении на выходе. И по первым и вторым вариантам обучения дети получают свидетельство об обучении. Это не цензовый уровень. Ценз – это только программа 8.2. Так, тогда следующий вопрос. Если после школы ребенок получит справку, куда он сможет с ней пойти, в какие профессии или учебные заведения? Я думаю, что, наверное, это все-таки надо рассказывать сейчас не про те возможности, которые у нас есть на федеральном уровне, а, наверное, скорее все-таки про Москву. Смотрите, справка выдается детям, не освоящим образовательные программы или же неудовлетворительно издавшей итоговую аттестацию. В данном случае мы с вами говорим о детях с интеллектуальными нарушениями. Ребенок с интеллектуальными нарушениями не может не освоить программу, значит, ему был неверно выставлен диагноз. Поэтому для каждого ребенка, если мы говорим про интеллектуальные нарушения, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, в котором учитываются все дефициты детей и предполагается решить или компенсировать эти дефициты по окончанию обучения. Что касается программы 9.2, на детей пишется или заставляется специальная индивидуальная программа развития, которая основным из критерий является социальная реабилитация, реабилитация жизненных компетенций. Поэтому здесь мы с вами не можем говорить о справках. Это свидетельство об обучении. Что касается продолжения обучения в колледжах, да, для детей по 9.1 это больше объема или большие критерии получения специальности. Мы говорим о профессиональных подготовке рабочего или служащего. И на выходе по окончании среднего учебного заведения колледжа дети получают свидетельство о профессии и работают по рабочим специальностям, таким как слесарь, швея, горничная, садовод, переплетчик, пошивший кверху обуви. Ну, конечно, он более ограничен для детей нормотипичных, но, однако же, есть. Что касается для детей по варианту 2 с интеллектуальными недостаточности, то есть с умеренной глубокой, это точно так же можно получить профессию по или служащего, рабочего или служащего, такие как садовод, переплетчик. Для данной категории детей доступны однообразные операции или одноуровневые операции, где они точно так же могут в каких-то центрах продолжать свое обучение и в колледжах тоже получать рабочую специальность. Так, разрешите я тогда дополню еще по поводу, опять же, Москвы. Мы в прошлом году проводили общественные родительские слушания как раз по вопросу профподготовки, профориентации и профобучения для детей с разными нарушениями. И материалы этих слушаний и большое количество разнообразной информации, а также список колледжей, которые участвуют в городском проекте профобучения без границ, где можно, собственно, как раз получить информацию о том, по каким программам дальше можно учиться, мы вам в письмах на адреса, которые вы указали при регистрации, пришлем. Так, и следующий вопрос. А меня слышно сейчас? Да, слышно. Отлично. У меня такой уточняющий вопрос. То есть получается, что когда ребенок переходит в среднее звено, то вне зависимости от его статуса ОВЗ, это аутист или это опорник или еще какой-то категория, то есть у него все равно будет 9.1 или 9.2. Из пояснений. Да, абсолютно верно. Это будет ребенок с умственной отсталостью и интеллектуальным нарушением, сочетанный с определенным нарушением нозологическим. Это с НУДА, либо с РАС, либо с нарушением слуха. В СНУКК напишет, что рекомендовано обучение по программе для детей с умственной отсталостью, вариант 1, и расстройство наутистического спектра. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Именно так звучит написание в заключении. То есть обучение по программе, варианта лица с умственной отсталостью и интеллектуальным нарушениями, вариант 1, либо 2, с расстройством аутистического спектра. Спасибо большое. А есть ли тогда в этой связи, как в начальной школе, дополнительные года в средней? Отличия происходят в старших классах. У нас года обучения. То есть если мы берем 10-11 классов, у нас нет. У нас только заканчивается 9 классами. Но 9 класс 1 года, 2 года и 3 года обучения, скажем так, это 10 или 11-12 года обучения, не классы. Они предусматриваются для детей с интеллектуальным нарушением по варианту 2. Все, что касается обучения 10-11, 12-12 годов обучения, это профессиональное обучение и по выходу дети получают свидетельство о профессии. То есть это возможно для детей, но в тех образовательных организациях есть лицензия на получение профессии детьми, обучающими. То есть по первому варианту дети обучаются 9 лет, по второму 12-13 лет, в зависимости от удовлетворительной группы. Дополнительный год по 9-1 может быть? На усмотрение образовательной организации в начальной школе, да. На усмотрение это ПАВГОС. Образовательная организация имеет право на пролонгацию обучения первого класса. Тогда, когда дети приходят и проводятся, скажем так, диагностический период, образовательная организация имеет право организовать первый дополнительный класс для лучшего усвоения материала, рабочих программ и так далее. И это получается еще плюс один дополнительный год, то есть 10-летнее обучение. Что касается основного звена, то есть средней школы, то есть это 5-летнее обучение, 5-й, соответственно, 9-й класса, это 5 лет. По варианту 1. Да, спасибо большое. И вот еще такое, в процессе выступления вы говорили о том, что материально-техническое оснащение, оно подбирается, и там был на примере детей с РАС. Но я так понимаю, что это материально-техническое обеспечение в зависимости от категории детей с ОВЗ, да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Да, если мы говорим о детях с различными нозологиями, то ассистивные технологии для конкретной нозологии обязательно подбираются, скажем так, для слабовидящих. Это специальные учебники, для слабослышащих аудиовизуализации и так далее, да, с сопровождением для опорно-двигательного аппарата соответствующие обеспечения. Для каждой нозологии ассистивные технологии подбираются и разрабатываются, и организуются и предоставляются образовательной организацией. Это одна смесь. Спасибо огромное. Очень много вопросов возникает про обучение ребят, той категории, которую мы сегодня разбираем, в общеобразовательных школах. Во-первых, возможно ли это? Что для этого школы? Вот если это просто общеобразовательная школа, и ребенок прикреплен к этой школе по месту проживания, и родители хотят получать образование там. Вот много вопросов. Вот здесь на слайде есть, например, третий вопрос. Обязаны ли школы, например, реализовывать эту программу? Как организовать тогда трудовое обучение в такого рода школах? И что для этой школы нужно, чтобы вот ребенок обучался в ней? Мы сейчас с вами говорим об инклюзивном классе, скажем так, или ребенок в инклюзии. Любая школа, родитель пришел, что необходимо делать в школе? Она не может отказать родителю в праве обучения ребенка. То есть школа должна предоставить образовательный маршрут, именно тот, который прописан в заключении ЦПМПК. Ну, начнем с того, что родитель пришел в школу, принес заключение, показал ребеночка действие школы. Школа должна предоставить, разработать адаптированную образовательную программу, предоставить материально-техническую базу, и, соответственно, это кадровое обеспечение. Что касается, ну вот, например, Москвы, в отсутствии в школе учителей-дефектологов, ну, логопедов сейчас есть везде, и психологи, педагоги-психологи, соответственно, то это можно организовать сетевое взаимодействие, обратиться в городской методический центр или в ГППЦ для организации или реализации адаптированной основной образовательной программы. Ну, и, соответственно, направить, либо принять на работу учителя-дефектолога-специалиста. Но школа обязана предоставить и организовать реализацию адаптированной программы в соответствии с образовательным стандартом. Это однозначно. Да, школа должна разработать. Ну, наверное, я так понимаю, и по такому же принципу, касаемо трудового обучения, да? Обязательно. Что можно организовать сетевое взаимодействие. Можно организовать сетевое взаимодействие, да. Что касается форм обучения, здесь школа может предложить несколько вариантов обучения. Это составить индивидуальный учебный план, где некоторые предметы такие необязательные, как физкультура, да, рисование. Ребенок может посещать вместе с классом и воспринимать программу здесь с адаптацией, но работать вместе с классом. И можно вывести ребенка на отдельные предметы на индивидуальное обучение из класса. То есть ребенок вырезается, класс учится, например, по математике. Говорим о старшей школе, это алгебра, геометрия. Ребенок с УВЗ индивидуально обучается в данный момент с учительным дефектологом и проходит курс своих предметов. Там математика, социально-бытовая ориентировка, которой нет в массовой школе. Но школа или образовательная организация обязана предоставить по учебному плану все образовательные предметы для детей с УВЗ. Спасибо большое. Есть еще вопросы. Вот такой, возможно ли обучение ребенка по адаптированной программе, вот если он по 9.1 получается обучается, разрабатывать на него СИПР. Вот здесь вот 8.3, но здесь вот, если мы говорим про среднюю школу, то это получается будет 9.1. Может ли быть на него разработан СИПР? Если класс в 9.1, я так понимаю, правильно? Класс 9.1, и там ребенок может или быть, скажем так, индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на всех детей. В данном индивидуальном образовательном маршруте может быть несколько предметов, разрабатывается и программа пишется специально для данного ребенка конкретно. Не на все, на 1.2, если он плохо усваивает или не усваивает программные материалы. Тогда, да, это в индивидуальном образовательном маршруте описываются данные предметы с уровнем результатов освоения, обучения и применения специальных технологий или адаптации даже материалов для детей с интеллектуальной недостаточности по варианту 1. Это может быть, не несколько. Если более двух предметов, тогда, да, можно уже вести речь о смене образовательного маршрута. Специальная индивидуальная программа развития пишется и разрабатывается для детей по варианту 2. По детей 9.1 – это индивидуальный образовательный маршрут. То есть он немножко разнится. Да, спасибо большое. Елена Вячеславовна, есть ли у вас тоже вопросы какие-то? Мне хочется прокомментировать скорее то, что касается не Москвы, потому что у нас здесь люди со всех регионов. И вот вопросы в чате показывают, что межсетевое вот это вот взаимодействие – это очень острый вопрос, потому что далеко не всегда родитель перед каким-то выбором стоит отдать ребенка в коррекционную школу или отдать ребенка в общеобразовательную школу. Просто там есть только общеобразовательная рядом с домом, и никакой коррекционной поблизости в радиусе 100 километров нет. Поэтому каким-то образом вот эта реализация сетевого взаимодействия, она должна быть организована просто в силу необходимости и отсутствия других вариантов. Как это может быть еще сделано? То есть помимо того, что это может быть какой-то колледж, в котором можно с помощью школы и при ее активном участии и поддержке договориться о том, что ребенок будет посещать и заниматься там, значит, это может быть, между прочим, некоммерческая организация, то есть это совершенно не обязательно должна быть только государственная организация образовательная. Лишь бы было что-то рядом, и дальше уже можно договариваться о том, каким образом это будет реализовано. Понятно, что все регионы обладают совершенно разными возможностями. Вот я вижу, что один из этих вопросов касается Севастополя. Севастополь – крупный город. То есть я думаю, что там это все наладить можно, там есть возможности. Но нужно говорить прежде всего со школой, посмотреть, что у вас есть рядом с вами, и дальше, соответственно, под это дело подстраиваться. Могу добавить, вот к словам Елены Вячеславовны, то, что, в принципе, во всех школах у нас есть трудовое обучение. Хотя бы в средней школе 5, 6, 7 класс. Да, может быть, в старших классах профильного труда и нет, но есть до 5 класса. Поэтому производственные мастерские все равно в школах есть и существуют. Поэтому здесь, в принципе, стоит расстановка индивидуального учебного плана для реализации профильного труда. То есть профильный труд может вынести, и, наверное, скорее всего, и должен быть вынесен на индивидуальное обучение с одним специалистом на базе школы. Такой вариант тоже возможен. Вот еще тоже во вкладочке «Вопросы» есть такой вопрос. Вот ребенок учится в первом классе по программе 7.2, и школа рекомендует облегчить программу ребенка с синдромом Дауна. Как поступить? Мы уже такие вопросы обсуждали, мне кажется, на прошлой встрече, но все-таки если это, например, при переходе в среднюю школу, он обучался по 7.2, и ему рекомендуют при переходе в среднюю звену облегчить программу, например, на 9.1. Вот правомерно ли со стороны школы эта рекомендация? И как тогда стоит поступать родителям в эту ситуацию? Каждая рекомендация подключается, подкрепляется какими-либо документальными обоснованиями. В конкретном случае должно быть решение школьного психолог-педагогического консилиума, который дает данную рекомендацию. Да, это рекомендательный характер, но предпосылкой должно быть усвоение учебного материала начальной школы или, скажем, конкретного класса. Что касается программы детей с даунами, как вы, да, это лишняя хромосома, это не программа обучения. Здесь идет речь об умственной отсталости и интеллектуальных нарушений. И дети с синдромом дауна могут точно так же успешно и заканчивать по программе задержки психического развития ЗПР по программе 7.2. Скорее всего, речь идет о неуспешности ребенка в целях усвоения образовательного материала. Поэтому им рекомендовано школьным ППК, скажем так, как произвести смену образовательного маршрута. Что для этого необходимо? В первую очередь, это поход к психоневрологу, к психиатру и так далее, где устанавливается, как правило, это проводится тест Векслера. Если мы говорим о уровне перехода с цензового уровня на нецензовый уровень обучения, то это только при соблюдении врачебной комиссии, контрольной работы детей, срезы знаний и так далее. И решением школьного ППК, да, дают рекомендации. Школьное ППК и школа, это только носит рекомендательный характер. Да, спасибо огромное. Коллеги, а можно я один вопрос озвучу? Потому что мне кажется, это тоже надо проговорить. Ребенок с РАС учится в пятом классе по программе 8.4, и она дана на весь период обучения. Надо ли менять программу на 9.2, или можно оставить 8.4 до конца средней школы? Москва. Значит, мне кажется, здесь мы проговаривали похожую ситуацию. Речь идет о том, что не пятый класс, вероятно, а скорее пятый год обучения. Программа 8.4, напомним, подразумевает 6 лет обучения в начальной школе. Поэтому перед средней ступенью, да, нужно будет проходить по МПК и менять заключение уже на следующую ступень. И это будет программа, как раз, как вы правильно пишите, скорее всего, 9.2. И еще там был вопрос, который касался не непосредственно нашей сегодняшней темы, но, видимо, участник пропустил наш прошлый семинар. Мы на нем отвечали на такой вопрос. Значит, в отличие от начальной школы, в госсредней школе не предусматривает программа для детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи. То есть предполагается, что проблемы к моменту окончания школы будут ликвидированы. Предполагается ли принятие в госсредней школы для детей с ТНР и ЗПР? Мы уже говорили на прошлом семинаре, я сейчас коротко вас к нему отошлю, о том, что нет, в госсредней школы принимать не собирались, но не потому, что детям в средней школе не нужна адаптация. Адаптация в соответствии с обгоссом для среднего звена у нас осуществляется благодаря адаптированным программам, которые разработаны сейчас с первого по седьмой класс. И ссылки на эти программы мы участникам прошлого вебинара высылали. Можно посмотреть их... Ну, в общем, сейчас я найду ссылочку, положу в чат тому, кто интересовался, для того, чтобы ответ тоже был зафиксирован. Все, спасибо. Вижу вопрос еще. Вот могут ли дети по 8-4 сдать экзамен по труду и получить свидетельство? Я еще раз, уважаемые родители, коллеги, повторюсь, что дети с интеллектуальными нарушениями, с умственной отсталостью, все получают по окончанию школы свидетельство об обучении. Они все сдают итоговую аттестацию и все успешно ее завершают. Неаттестованных детей с умственной отсталостью нет. Это неправильно выбран образовательный маршрут. Да, я тоже хотел бы здесь прокомментировать один вопрос. Здесь во вкладке «Вопросы» один из участников комментирует нашу сегодняшнюю встречу, говорит о том, что есть вроде как правильный закон, есть некоторый алгоритм, который мы сейчас озвучим, и действительно все это правильно, но очень часто родители сталкиваются с тем, что школа дает некоторые отказы, в регионах очень часто ссылаясь на то, что нет специалистов, нет финансирования, и демонстрировать некоторую такую позицию не включения ребенка в образовательный процесс. Мы по этому вопросу тоже так же говорили, обсуждали на первой и второй встрече, неоднократно обсуждали, что делать родителю для того, чтобы добиться необходимых условий реализации образовательной программы. Поэтому, уважаемые слушатели, здесь вот я дал ссылочку сейчас на вебинар. На этом же канале вы можете посмотреть видеозапись первой и второй встречи. Поэтому, если не сложно, посмотрите. Там мы разбирали целый порядок, как писать документы, на чье имя, и все эти вопросы уже обсудили. Хотя ситуация, конечно, непростая, и она по-прежнему остается. Значит, уважаемые слушатели, видеозапись сегодняшней встречи будет, несколько людей задавали этот вопрос. По поводу сертификата за вебинар, это не обучающий сегодняшний вебинар, он не относится к обучающим. Этот вебинар ориентирован именно на родительскую аудиторию, и он носит информационно-просветительский характер. Поэтому сертификатов, пожалуйста, не ждите. Но информацию для родителей можно ее рассылать, как видеозапись. Видеозапись будет прислана каждому персонально на электронную почту. Ольга Григорьевна, вам спасибо огромное за такие достаточно полноценные ответы, да, и ту информацию, которую вы нам изложили, потому что в моей голове сложилась целая картинка, такая достаточно полная, да, завершенная. Елена Вячеславовна, есть ли у вас вопросы, и хотели бы вы что-то еще, может быть, прокомментировать? Нет, спасибо. Я думаю, что нам надо будет посвятить еще как минимум один вебинар дальнейшему образовательному маршруту после окончания школы для детей с умственной отсталостью. Это очень важная тема, и здесь вообще хорошо было бы привлечь не только кого-то от Москвы, да, но и какие-то, возможно, регионы. Я вот подумала о том, что полезен был бы опыт, наверное, мультицентра в Ленинградской области тоже очень, потому что это, в общем, то, что стоит тиражировать, и на него стоит равняться. То есть те возможности, которые они сейчас предоставляют детям, они, наверное, ну, впереди всей остальной страны, и, в общем, как раз они стараются адаптировать обучающие программы под детей с самыми разными сложностями и под тех, кто самый тяжелый. Вот, собственно, на этом все. Спасибо большое. Да, буквально короткая информация, уважаемые слушатели. Вам будет выслана презентация, в которой вы увидите вот эти полезные ссылки. И здесь как раз есть вот самая первая ссылка, это на федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталости интеллектуальными нарушениями. Вот это тот стандарт, о котором рассказывала Ольга Григорьевна, на который ссылалась. Поэтому вы можете самостоятельно поизучать его, познакомиться с ним более детально. И дополнительно еще есть материалы, которые также, возможно, вам будут интересны. В том числе вот реестр примерных основных общеобразовательных программ для разных категорий детей. На этом, наверное, мы тогда прощаемся. Всем спасибо. Елена Вячеславовна, вам огромное спасибо за поддержку. Ольга Григорьевна, да, ваша экспертная позиция просто вызывает высокое уважение. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да, уважаемые слушатели, до скорых встреч. Следующую пятницу встречаемся снова. И чуть позже мы объявим тему следующей встречи. И вышлем ее вам на почту, либо в рассылку. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.